Всем привет, Джаред здесь, и сейчас мы находимся на продвинутой разминке по игре на барабанах. Сейчас этот темп составляет 120 ударов в минуту. Он включает в себя те же упражнения, что и разминка для начинающих или промежуточного уровня. Если ты еще не проходил их, переходи по ссылкам ниже. Но это определенно вызовет у тебя гораздо больше проблем, особенно когда мы перейдем к последним двум упражнениям. Теперь эта пятиминутная разминка, мы будем выполнять каждое упражнение примерно по минуте каждой, и мы будем делать это вместе. Для этого нужно, чтобы у тебя был с собой тренировочный блокнот и пара клюшек, и ты подыгрывал мне. Мне нравится мысль о том, что тысячи барабанщиков по всему миру на самом деле подыгрывают мне, практикуются, используют видео. Весь смысл создания этих видео в том, что к ним действительно привыкают. Иначе я бы вообще их не снимал. Это было бы абсолютно бессмысленно. И поэтому мне действительно нужно, чтобы вы, ребята, достали свои палки, свой тренировочный блокнот, или взяли на себя обязательство делать это на ногах и подыгрывать мне, хорошо? Так что давай начнем. В течение пяти минут мы будем делать это со скоростью 120, а первое упражнение – это просто базовый бросок одним ударом. Просто включи это. И поехали. Раз, два, три, четыре. Окей, это средний бросок с полным ходом. Как я уже говорил в предыдущем видео, мне пришла в голову идея сделать это, потому что моя жена снимала видео с тренировками, такими как йога и все такое. И я такой, эй, это круто играть на барабанах без такого, я не могу сделать хороший британский акцент, как будто они занимались вами видео, но ты знаешь, и просто вроде как на самом деле тренируешься вместе с барабанщиками, и надеюсь, ты сможешь использовать это, чтобы стать лучше. Используй его перед выступлением, просто разогрей руки, это даст тебе хорошее ощущение времени. Или просто, если ты готовишься к большой тренировке или куче других вещей, то это отличная вещь, просто чтобы разогреть руки. Хорошо, мы перейдем на парный разряд. Раз, два, три, четыре. Теперь вопрос будет в том, отскакивать ли мне или ты используешь запястье? А я использую запястье, хорошо? Теперь я определенно принимаю отдачу от каждого удара, поэтому я не опускаю палки вниз и не поднимаю их вверх, хорошо, палки поднимаются сами по себе. И мои руки просто следуют за палками вверх, чтобы получить этот приятный чистый звучащий бросок. Я бы рекомендовал делать это на поверхностях, которые не имеют большого отскока. Я знаю, что раньше много практиковался на подушке. Просто по-прежнему сосредотачивайся на том, чтобы держать себя в руках, хорошо? Это очень важно. Многие люди, когда тренируются на поверхностях, на которых нет отскока, естественно, усиливают захват, потому что основной удар наносится запястьем. Хорошо, приготовься переключиться здесь. Мы собираемся перейти на один парадиду. Раз, два, три, четыре. А теперь я скажу, что могу успокоиться для следующих двух упражнений, потому что в них играть намного сложнее. Следующий швейцарский триплет, и он исполняется как шестнадцатая нота, и поскольку швейцарский триплет – это рудимент из трех нот, в конце этого упражнения он получается забавным. И поэтому заставить его правильно развернуться – непростая задача, потому что у тебя два левых удара подряд. А затем заключительное упражнение – ударение на флэме, опять же рудимент из трех нот, играемый как шестнадцатая нота. И поэтому у тебя есть какой-то странный плоский разворот, когда ты делаешь взмах левой рукой, а затем сразу же возвращаешься к упражнению правой рукой. Но очень круто, особенно в этом храме. Хорошо, мы будем готовы поменяться местами. Раз. Два, поехали. Три. Четыре года. Два. Два. Продолжение следует... Хорошо, приготовься переключиться. Раз, два. Три. Четыре года. Продолжение следует... Хорошо, мы покончим с этим. Раз, два, три, четыре. Это было действительно непросто. Это было непросто для меня. Это определенно подтолкнуло меня, особенно попытка обсудить это и подумать о других вещах, с учетом того, что там произошел поворот. И применить зачатки таким образом, это всегда непросто. И поэтому я надеюсь, тебе это понравилось. Я надеюсь, тебе понравился этот сериал. Если ты действительно проходил промежуточную разминку для начинающих, и я надеюсь, что это то, что ты сможешь использовать перед своими выступлениями, тренировками или чем-то еще, ты можешь просто возвращаться к этим видео, когда захочешь, и просто получать вызов. И я думаю, что в том-то и прелесть подобных вещей, что вы, ребята, действительно можете применить эти вещи на практике. Так что, если тебе нравится видео, пожалуйста, поделись им, пожалуйста, распространи его повсюду. Потому что это лучшее, что ты можешь сделать, чтобы помочь нам сделать больше таких видео. И поэтому, чем больше я смогу с этим сделать, тем лучше. Так что большое тебе спасибо за просмотр, и мы очень скоро увидимся снова.